Показать, чем хорошие николаевские черванцы отличаются от плохих. Выложим их в ряд по мере возрастания. Вот этот самый красивый, у него нету сильных царапин, хотя вот одна есть. Не сильно стерта, вот ухо и волосы видно. Это похоже, у него немножко уже стерта в середине и голова немножко затерти. Данный червонец, как видно, он менее стерт по бороде, но у него есть ломбардные запилы. Это очень сильно удешевляет монету, практически до стоимости металла. Это в ломбарде проверяли, есть ли внутри золота или нет. Тем самым совершенно снизили до стоимости металла стоимость монеты, плюс тертый герб. То есть, например, монета, которая самая правая, может стоить на 15 процентов, это в районе 4000 дороже, чем самая левая. А может быть, даже и не на 15, а до 30. Поэтому если вы несете в ломбард проверять монету на золото, поймите, что это может сильно удешевить стоимость монеты.